Поэтому здесь есть и группа фамилии представлена, и занятия от этого центра самые разнообразные. Есть занятия, связанные с нашими потребностями, нам очень много чего нужно по железу поделать, не расчеркив, не передашь производства. Да, это занятия на продажу, что называется. Но вот мы попросим Марию рассказать о каких занятиях, пожалуйста. Сегодня я спрашиваю о том, что было сделано от газовой воды в центре креолапного дизайна. Основные задачи, напомню, в центре на этой слайде изображены. И первое, что я рассказываю, это о том, как идет у нас доработка конструкции окна образца, простративного креостаторствования, которая была предложена, заверяем Иванович Мобельманом. Он в конце апреля был у нас и проводил семинар. Ну, а там же, конечно, обсуждались особенности изменения конструкции креостатора. Кроме того, наконец, в диалоге с заказчиком была достигнута договоренность о конструкции верхней части, так называемый тенемок, где располагается держатель образца. Решено делать его без окон и лилей пока, и решать вопросы уже на месте. Ну, и сейчас происходит проработка технологии уборки с креостатом, и затем планируется начать изготовление. Далее, креостат на 4 кемина для Андрея Анатольевича Конфратова. Планировалось расти к троге креостата для того, чтобы было удобнее его использовать. Мы это сделали, вы видите, фотографию, и заканчивается изготовление магнитной вставки, которая необходима для измененных с этим креостатом. Ну, теперь речь пойдет о креостате для протана 600. Предыдущий докладчик рассказывает подробно о радиометре, и я расскажу о креоблоке для протана 600. Мы видим, значит, вот ту же картинку, выполненную в радиометре, и уже видим элементы конструкции готовые. То есть, на производстве закончено изготовление основных узлов, и предполагается в ближайшее время начать сборку. Также мы видим здесь испытание, происходит у нас испытание отдельных узлов радиоэстро, которые тоже, о которых мы тоже подробно рассмотрели. Дальше, охлаждаемый конструктор-фатометр, тоже показываем неоднократно. Наконец, идет изготовление макетов, вот мы видим тут турель, вернее, от деталей троится с эдефитом, и идет параллельно отработка конструкции самого креостата. Ну, в общем-то, салона мы работали очень давно, и, в общем, полагали, что на ближайшую пятилетку креостату мы их обеспечили, так как был в этом году в годе сдан креостат для охлаждения пассажа с готовым уровнем температуры, и также сдан заказчику Великого Новгород камеру охлаждения на рейте питье разработчикам, которые были наши коллеги из Саврана. Но буквально на днях пришло предваривание и из-за Великого Новгорода, и из-за Великого Новгорода для камеры охлаждения для питьев. Клятемп, это основательный проект МВТУ именно Алексеевны и Ефи, разработка измерительного стенда для тестер-мультимодатчиков. Здесь приходится проводить большую организационную работу, в частности, получение космической лицензии, и налаживается служба, мы будем ее наладить, службу метрологии и стандартизации в МВТУ. И здесь вы видите первые мерки уже изготовленной конструкции измерительного стенда. Кроме того, мы в этом выводе переделали массу железа для элементов для ЛКН и не только. Мы делали элементы испытательных стенда для ЛКН и не только. Есть инструкторам, пюре и не есть. Мы сделали локальный экран-стакан, сделали... Два стакана. Да, два даже стакана. Сделали фильтр, который представляет из себя серьезный полтинник. Сделали также кремниевую линзу. Тут же ее разрезали и приспособили для других своих экспериментов. Кроме того, я уже говорила о том, что мы переделали много желез для наших коллег, и предмет модельной гордости является плата на тирамике ТМ Морозовской, которая служена помимо медного слоя еще и олимонов, слой предназначен, служащим как-то театром для этой платы. И, ну, буквально, я не успела сфотографировать и принесла сюда вот такого плата. Мы долго очень искали, в каком Китае ее сделать, и вдруг оказалось, что за это время смогли ее сделать у нас в институте. И уже сегодня следующий образец изготовляется, то есть работы в этом направлении будут продолжаться. Какие у нас проблемы? Это то, что часто очень нас просят сделать очень срочно. Мы делаем это в другом уровне. Не всегда есть материалы, не всегда есть свободные руки и свободные станки. Поэтому частенько бывает проблема в дорогах. Уже на клиник. Все, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ